Жители Кирово-Чепецка в стревожной ситуации с Олимп-Ареной. Ледовый дворец практически прекратил работу и телефоны ответственных лиц отключены. О дальнейшей судьбе Олимп-Арены в материале Михаила Конышева. У Ледового дворца Олимп-Арена в Кирово-Чепецке были все шансы остаться вообще недостроенным. Строительство началось в 1992 году и четырежды откладывалось из-за проблем с финансированием. И неизвестно, как сложилась бы судьба этого долгостроя, если бы не визит в Киров в 2009 году президента Дмитрия Медведева и федеральная целевая программа по развитию физической культуры и спорта в России. В ноябре 2010 года Олимп-Арена наконец открыла свои двери. Спустя пять лет Чепецкий Ледовый дворец прошел через организационное изменение подчиненности и перешел в управление руководством Кировской детской юношеской спортивной школы «Дымка». На сегодняшний день «Дымка» – это одна из школ, где руководству удалось очень грамотно поставить и учебный процесс, и в том числе и коммерческий процесс, и процесс предоставления услуг для широких слоев населения. Поэтому было принято решение в планах по оптимизации наших бюджетов и, в общем-то, такой понятной схемы управленческой деятельности спортивной школе «Дымка» передать еще один спортивный объект. Добавим, что для постоянных посетителей Олимп-Арены происходящее с дворцом Орг-Перемены стали полной неожиданностью. В местные СМИ посыпались жалобы на то, что до Олимп-Арены не дозвониться, что на льду отменили массовое катание и не работает большинство секций. По словам Светланы Медведевой, приостановка работы Олимп-Арены меровременная. «К сентябрю все заработает в том же объеме и даже, возможно, в большем, как оно и было в предыдущие годы. Поэтому призываю всех не нервничать, относиться ко всему спокойно. Не коснется этот вопрос и муниципальной спортивной школы «Олимпия». Уже рассмотрена ценовая политика для муниципальной спортивной школы. Цена будет ровно в два раза ниже, чем для коммерческих часов». Руководство Министерства спорта заверило, что Олимп-Арену никто закрывать не собирается. Все временные ограничения в его работе связаны с решением необходимых организационных вопросов. Михаил Кунышев, Валерий Никулин, Вести, Кировская область.